Привет, зрители! Сейчас будет совершенно новое для меня видео, нового формата. Это мой уход, то бишь моя уходовая косметика на декабрь. И так будет каждый месяц. Жуть. В общем, если тебе интересно, что я приготовила себе для ухода за кожей лица, а рук, ножек, тушки и вообще, в том числе, зубную пасту, какая у меня она, то оставайся со мной и втыкай. Так, начну я, пожалуй, с головы. Ибо рыба у нас гниет именно оттуда, хоть и и не рыба. На декабрь у меня вот этот замечательный шампунчик. Вообще-то подарок от подписчицы Лёльки. И фраше. Для меня это второй флакон. За весь год жизни, точнее, за всё время жизни этих шампунчиков. Мне очень жалко, что и фраше сняли именно этот форматик, именно этот вариант шампуня. Но, тем не менее, благодаря подписчице у меня ещё он есть. И он настолько экономичный, я не знаю, возможно, мне его хватит ещё и на январь. А возможно, так получится, что я его весь уделаю в декабре. Всё-таки декабрь на целый один день больше, чем ноябрь. У меня тут половина, можно сказать, флакончика. Я думаю, что это... Ну да, наверное, это всё же ближе к половине флакончика. Он очень экономичный. Несмотря на то, что он розлит в России под присмотром Франции. Мне именно французский вариант не попадался. У меня оба флакона были. И тот, что я покупала, и вот этот подарочный. Розлитый в России под присмотром Франции. После вскрытия он живёт 12 месяцев. Этого ещё не случилось. 300 миллилитров. Годен он у нас аж до марта 2021 года. Но я думаю, что он всё-таки закончится раньше. Может быть, в следующем уже году. Это очищающий мицеллярный шампунь с экстрактом семян маринги для всех типов волос. Глубокое очищение волос и кожи головы. У меня волосы, кто ещё не в курсе, тонкие и жирные. И даже для них он очень подходит. Вот буквально вчера я мыла голову этим шампунем. Вчера это было где-то, ну, может быть, 5 часов вечера. Может быть, 4 часа вечера. Точно не помню. А сейчас у нас где-то 2 часа ночи. При том, что я большую часть суток спала. Обычно, когда поспишь, уже волосы в таком состоянии. Ну, вот у кого они жирные и тонкие, да. Что уже как-то хоть мыл, хоть не мыл. А тут вполне себе ещё ничего. Очень даже ничего. Надо совсем чуть-чуть. И он, знаете, вот я тогда его покупала по скидке. Тут у меня вообще подарок, получается, достался. Даже когда покупала по скидке, что-то за 300 с чем-то. Там у меня в паре был ещё бальзамчик. Но бальзамчика уже давно нет. Вот тут пузырик случился. Ну, наверное, может, на камеру-то не очень его видно. Не знаю. Не то, чтобы даже совсем пузырик. Там такой кружочек посередине. От того, что я его тут, видимо, трясла, пока шла. Пока несла. В общем, допустим, тот же Organic Thai, который стоит за 250 миллилитов, что-то около 1000. Ну, может, 800, я не помню. Я его давно покупала. И мне его тоже давно дарили. И вот этот, я его покупала за где-то 318-320, что-то такое на тот момент. Получается, он где-то раза в три дешевле даже по скидке или не так, чем какой-нибудь супердорогой какой-то шампунь. Супернатуральный. Это тоже, в принципе, не менее натуральный, чем тот же Organic Thai. Он мне нравится больше, чем Organic Thai. Он тоже суперэкономичный. Его очень долго хватает. Я вам такой шампунь советую. Ну, и сама я буду его с удовольствием пользовать. И посмотрим. Вот у меня в пустых баночках декабря. Или всё же останется на следующий обзор, который я уже планирую делать в конце декабря. Да, идея пришла благодаря человеку, который подарил этот шампунь, благодаря подписчице Лёрке из Тюмени, делать такие вот обзорчики уходовой косметики на месяц. Меня, в принципе, периодически что-то такое просили, там, уходовая косметика, ещё что-то. Ну, почему бы и нет? Чем я хуже других бьюти-блогеров, помалюющих свою морду лица? Если вас обидел мой сленг, это проблема вас. Потому что я-то исключительно помадками пользуюсь. Помадка от Эйвен. Тут пиши Целёрке, опять же. Потом, у меня с собой, я иногда его пользуюсь в паре просто. Вот мне иногда вот так подушеком стою. Чаще всего мою волосы как бы отдельно от тушки, от всего остального. Но иногда бывает, что под душем, вот и голову, и всё остальное. И делаю бальзамчик, и пока, допустим, у меня помылось шампунчиком, я помыла волосы. Потом засобачилась о бальзамчике, пока бальзамчик на голове, и мою всё остальное уже полностью потом окачиваю. Поэтому я решила, что, наверное, всё-таки, раз я его в ноябре немножко пользовала, может быть, я его в декабре тоже попользую. Это у нас Гринмама, бальзам-кондиционер, фито-регенерация от выпадения волос с морскими водорослями. Морской сад, 400 миллилитров, сделан он у нас в марте этого года. Я его заказывала в мае, два года он живёт. Отличный бальзамчик для волос. Хоть у меня сейчас внезапно перестали они всё-таки так лезть, эти волосы. Видимо, он всё-таки помогает. Экономичный, я думала, что он у меня закончится в ноябре, потому что всё же я его пользовала. Но вот у него тут одна четверть. Видимо, возможно, он закончится в декабре. Если что, я вам такой бальзам советую, но и шампунь от него тоже, в принципе. Так, и ещё одно средство для волос. Я вообще не без понятия, когда у него срок годности заканчиваться, потому что у меня коробочка, по-моему, от него уже давно канула в лету. Это тоже подарок от подписчицы уже Алены. Она мне, по-моему, вообще из первой посылки, она мне две посылала. То есть из первой посылки. Масло Даф, Макадамия. И тут я где-то когда-то находила, до какого оно года. И мне казалось, вроде до 20-го чего-то там. Но я снова потеряла это. Как понятия, не знаю, люди, если вы в курсе, дайте в камен так знать. В общем, я про него то вспоминаю, то забываю. Вот тут в ноябре, даже буквально дня два назад, вчера буквально им пользовалась, капельку на щёточку, расчесали мокрые волосины. А потом они высохли, и скажут вам спасибо, дорогой. В общем, такое масло, очень экономичное. Когда им пользовалась каждый день, божий, каждый божий день, как бы у меня кто-нибудь из родственников сказал. И даже, ну, кроме, допустим, когда уезжала в деревню, в деревню я его с собой не брала. Когда я пользовалась им практически каждый день, я всё ждала, как же оно закончится, оно такое экономичное, оно никак не закончится. Но тут 100 мл, а его настолько долго хватает. Потом я что-то про него совершенно забыла. Но тут недавно снова вспомнила. И причём оно, запах у него совершенно не изменился, консиденция не изменилась. Может, у меня какая-то волшебная атмосфера для некоторых продуктов, которые, допустим, после вскрытия живут 12 месяцев, но они всё ещё живы. В общем, вот это третий продукт для ухода за волосами, которые растут на голове. Сейчас у меня будет обзор продуктов, продолжится обзор продуктами для тела. У меня есть такой замечательный, огромный гель для душа. Именно вот такой флакончик у меня уже второй раз. Это подарок от подписчицы Лёльки. Ещё был флакончик на пол-литра, ещё на пол-литра я сама покупала, мне очень понравилось. Потом Лёлька узнала, что он мне понравился. Ещё раз мне дважды дарила его, в общем. Нежная любовь Парижа с ароматом розы и риса и нотами таря. Кремовый гель для душа. Вдохновлён парфюмерией. Эван Сенсис парфюмерная коллекция. Он довольно экономичный. Буквально вот в предыдущем ролике, который я тут записывала, он сейчас монтируется. Вон там в левом нижнем углу что-то такое синенькое горит. Это как раз у меня монитор включён на ноутбуке. И там идёт оптимизация ролика пустых баночек. Как раз я говорила о разнице теперешних гелей от Эйван Сенсис. И что кремовые гели и просто гелевые гели. В общем, он хорошо мылится. Довольно экономичным стал. И я думаю, что мне этого флакончика хватит, наверное, если не до февраля, то на январь точно. Насличный вообще. Мне аромат очень нравится. Вот ванная остаётся согревающий такой. Можно даже никакими духами больше не пользоваться, потому что на коже он остаётся довольно надолго. Ощущается. И он мне очень нравится. Ну и вот. Кремовый гель. Крем-гель для душа. Нежная любовь Парижа. Будет со мной ещё и в декабре. Теперь. Но всё-таки я решила разнообразить гелики. И у меня есть маленький гелик, который я ещё в ноябре один раз поюзала. Это Green Mama. Формула тайги, гель для душа тонизирующий, апельсин и имбирь. Иногда вот утром очень надо взбодриться. И вот он у меня будет на некоторые такие утра, когда вот ну очень надо взбодриться. Или допустим вот весь день такой сонный, сонный, сонный. И надо куда-то уже идти, а ты вообще не в состоянии пошевелиться и отправляешь себя лишний раз в душик. И этот гелик тоже очень поможет. Он в мае этого года, точнее в апреле этого года сделан он. И до мая 2021 года 6 месяцев после вскрытия. Он небольшой. Я сначала думала, что он у меня в ноябре закончится. Но я так поюзала им один раз. И поняла, что даже если я буду каждый день им пользоваться, даже по два раза за день. Утром допустим и вечером. Чтобы потом совсем не спать. И быть каким-нибудь там сова, которая куда-то высыпается. Видела тут конфеты в магните. На коробочке написано, по-моему от Родфронта, на пакетике вообще. Что-то там конфеты совушка и там такая вот квадратная сова. И такой облачко диалоговое. Типа куда высыпаюсь, чтобы я тут так вот не высыпалась. Но я поняла, что я всё равно не успею доделать. За последние 5 дней ноября на тот момент. Ну и в общем я решила, что почему бы ему не быть в декабре. А потом мне пришла идея, благодаря подписчице, делать такие ролики. И решила, почему бы его не обозреть в продуктах уходовых на декабре. В общем у меня он тоже второй вот гелик маленький такой, 50 мл. Возможно он действительно закончится в декабре. Возможно я там пару раз только им попользуюсь. Так. Чем-то ведь принято после души камазаться. Кремиком для тела, лосьончиком, бальзамчиком. У меня будет, я его открывала, когда вот, вообще по-моему, может быть при обзоре, может быть после обзора открывала один раз. Тут после вскрытия 12 месяцев. А так он до сентября 2020 года. Я решила, что всё-таки я его уже открывала. И у меня там есть два средства, которые одно мне подарили. Ну, в общем, скажем так, я кое-что делала человеку, вообще без задней мысли, а человек решил, что это надо оплатить подарком. И у меня там есть аж 750 мл. Лосьон для тела, йогурт и мёд, что-то в этом роде. Если хотите, то отдельно обозрю, может быть. Так я его фоткала, по-моему, в Инстаграм выкладывала. Если вы не подписаны на мой Инстаграм ещё, то самое время подписаться. Если у вас нет аккаунта в Инстаграм, ай да, делайте аккаунт в Инстаграм. Может быть вам понравится не только лайкать чужие фотографии, но и самим что-то выкладывать. Я думаю, что Инстаграм, если у вас есть смартфон, особой проблемы поставить не будет. Так, и, в общем, я решила, что пусть эти два больших, то у меня ещё, Even K, есть, по-моему, оба Even K, один от Лёльки, другой от близкого друга, скажем так, подарок. Один на 500 мл, другой на 750, и не могут ещё постоять. А этот уже вскрытый, лучше всё-таки его, наверное, запользовать. Это у нас какие-то там цветы блестящие. Вообще, тут какая-то такая интересная цветёточка на упаковочке. Она мне что-то напоминает, но я не могу вспомнить название цветка. Между такой вот мальвой, допустим, розой дикой, или даже цветком шиповника. Вот, наверное, цветок шиповника и напоминает. Это у нас Oriflame Body Cream 200 мл. Это вот тоже подарок от подписчицы Лёльки. Я его вот совсем чуть-чуть скрыла. Я вот не помню, я его поюзала или просто открыла, чтобы понюхать. Слушайте, он так божественно, сладко-цветочно пахнет. В общем, я с удовольствием сегодня после душа поюзаюсь. Как раз мне к 4 на день рождения найти. А сейчас у нас 2 ночи. И вот после геля для душа я буду использовать, после полотенечка, вот этот лосьончик. Весь декабрь, не знаю, насколько мне его хватит, 200 мл, может быть, на весь декабрь хватит. Но и обычно люди как бы пользуются дезодорантом. Был у меня один знакомый, благость, мы в реале так и не встретились по разным причинам. Он говорил, что он не пользуется дезодорантом, но пользуется как бы мылом и душем. Ну, знаете, может, конечно, у кого-то запах пота совсем нейтральный, но мне кажется, всё-таки дезик имеет место быть. У меня уже несколько лет дезики, которые делаю сама. Одновременно я очень любила дезики Фа, потом Эйвон, вот эти вот шарики. Мне родственники дарили, друзья, я сама покупала. Допустим, вот те же Пурбланка к духам дезик. Или вот дезик нейтральный аромат. Я всегда думала, что это чисто нейтральный аромат сам по себе персив. А потом оказалось, что из туалетной воды персив через многие-многие годы узнала. И в какой-то момент у меня случилось, ещё мне очень нравились, да, эти дезики. А тыфраше шариковые, вот там чайное дерево, ещё что-то, лотос, хлопок, цветок хлопка из серии Сады Мира. Но в какой-то момент у меня сначала на фах случилась аллергия, и я полгода пользовалась присыпкой детской, тальком. А потом у меня уже случилась аллергия ещё на какой-то дезик. Тоже вроде бы даже на Эйвановске, уж точно не помню, на пару месяцев. Вот от хва, дольше я исправлялась от последствий. И я стала смотреть вот варианты, чем бы таким заменить, что-то какие-то домашние дезодоранты делала, и не только, чтобы не только тальком, потому что, ну, не всегда удобно, допустим, тальком или детской присыпкой. И делала масляные дезики, потом совмещала кокосовое масло с воском, и вот уже несколько лет я делаю дезики сама. Даже кто-то у меня с Ютуба в прошлом году заказывал. Из тех, кто, может, не знаю, подписчики, не подписчики, но кто-то посмотрел на Ютубе меня, и потом у меня сделал пару раз заказы моих этих самопальных дезиков. Даже кому-то дарила. Причём дезодоранты я делаю из кокосового масла, из пчелиного воска, благо у нас пчелиный воск, ну, как бы покупать не надо, свой личный, потому что в нашей семье пчёлы, пчеловодством мы занимаемся с 1929 года. В этом году 90 лет. Как раз пчёлы появились в нашей семье, когда бабушке потом стукнуло два года. Моей бабушке, ну, уже покойной. Кто такие верные зрители, преданные, кто-то меня смотрит уже 4, допустим, года, ну, или, допустим, 3 или даже 2 года в курсе, что у меня когда-то была бабушка, и вот года 3 назад её уже не стало. Ну, в 2016 году. Наверное, самые преданные зрители, кто вот самых… Я не имею в виду, что вот там человек на меня подписался неделю, допустим, назад, и всё у меня пересмотрел, и он не преданный зритель, а именно вот кто смотрел эти ролики из той квартиры, и я там говорил, что у меня как бы бабушка была на тот момент, жила я тогда с бабушкой. И, в общем, как бы вот благодаря тому, что наша семья занимается потихоньку мёдом, пчеловодством. У нас тоже книжка-то потопная есть. Но она, по-моему, у меня не здесь. У меня при переезде её захапали благополучно. Родственники, которые непосредственно и занимаются мёдом сейчас. Я там только иногда выставляю рамки на сушку 3 года подряд, 3 лета подряд. В общем, я делаю восковый дезик. Мне очень удобно. Я вот в последний раз делала очень так прилично про запасы. Они в холодильнике хранятся, им ничего не бывает. Я, ну, конечно, если не 300 лет хранить, я вот специально вчера с вечера достала, думала, что успею вчера записать. В итоге я записываю ночью. Дезик восковый. Я думаю, что каждый, если захочет, может сделать для себя сам. Если вдруг перейти на домашнюю косметику или частично на домашнюю косметику. Или у вас, допустим, такие же случаются проблемы, как у меня. Там аллергия на какой-либо дезодорант и невозможность пользоваться шариковыми или спреями. Ещё мне раньше очень нравилась Рексона, но тоже после некоторых таких моментов я поняла, что, наверное, лучше перейти на что-то такое. Эфирное определённое масло. И масло можно, допустим, я думаю, добавлять не только кокосовое масло, можно добавлять масло какао, в общем, масло баттер и воск. И если интересно, то есть ссылка в каждом ролике на группу травников, плюс ещё на канале, там у меня подробно расписано, как изобрести дезик собственными руками подобного типа. Я храню в холодильнике на верхней полочке, в том разделе, где обычно у людей там это яйца лежат куриные. И обычно в пакетике вот так удобно очень там открыл, подмышки промазал, практически как стиком. Ну, возможно, надо какую-то коробочку, вот все эти вот стики такие, и туда заливать. Но я не знаю, пока вот не видела нигде, чтобы продавали, так чтобы заказать, и пришло так вот. Поэтому у меня просто такими вот брусочками. Так что вот для тела у меня заканчиваю обзор для тела дезиком. Дальше у нас идут руки и ноги, зубы и лицо. Я думаю начать с ног, потому что у меня тут только два продуктика для ног, хотя зубная паста у меня вообще одна. И вот у меня замечательный крем для ног ночного действия увлажняющий, ночной крем для ног 150 мл с экстрактом лаванды. Вообще очень люблю лаванду, ну не только лаванду. И я иногда забываю про него. Иногда пользуюсь вообще этим дневным кремом, иногда лосьончиком. Но по большей части все-таки я им пользуюсь перед сном. Вот. Он довольно экономичный. Я думаю мне его хватит, если не на полгода, то на месяца 4 еще точно. Это подарок от... Кстати, нейтрально вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. От подписчицы Лёльки, из последней ее посылки. Вот. Такой вот баночка хорошая. Я всегда мечтала в Эйвен купить, или чтобы мне кто-нибудь подарил такую вот большую баночку с кремом. Я на них смотрела, и меня то душила жаба, то на тот момент у меня уже был крем и в запасе дофига, то еще что-то. И вот человек мне подарил. Совершенно без моего там это как бы просьбы, там допустим, Лёля, я хочу вот такой крем, да, и Лёля мне дарится. Вообще немножко так неожиданно общаться с человеком своего имени, потому что у меня так конкретных друзей или знакомых моего имени особо немного. Хотя есть тютя. По линии дедушки, по линии мамы тоже Оля. И вот еще один мой замечательный, любимый кремик. Мой замечательный, не в том плане, что я его рожала, да, там делала. Вот именно мне он просто очень нравится. И в предыдущем обзоре, обзор как раз с Грин Мамой, я делала ему целую оду. Если интересно, посмотрите. Если не интересно, вообще просто посмотрите, потому что вдруг вы не знаете такого кремика. И именно он то, что нужно вашим ножкам. Это у нас Грин Мама, крем для ног, шалфей и льняное масло. Тут у нас 100 мл, он довольно экономичный, надолго хватает. Мне кажется, такой же кремик мне или скрабик, еще бывает скрабик в подобной серии, тоже от Грин Мамы дарила Лёлька. И еще, возможно, кто-то дарил, но я сама стараюсь его покупать. Но вообще давно не покупала, тут что-то вот так случилось, что купила. Что именно его 6 месяцев после вскрытия. Хороший, отличный состав, очень много всяких натуральных экстрактов. И сейчас при вас я его именно в этом ролике вскрою, именно от зафольгированной пленочки. У меня просто был выбор, или один крем от Грин Мамы, или другой. Я решила, что этот, потому что тот я все-таки где-то, может, год назад использовала, а этот я давно не пользовала. и я даже вам продегустирую его. Такая вот дырочка, небольшая, не маленькая, думаю, средняя. Но мне ноги так не загнуть, я подозреваю, чтобы при этом еще и камеру не снести. Поэтому у нас сегодня ногами побудут руки. Люди произошли от обезьян. По крайней мере, я в это верю. Поэтому когда-то у людей и что ноги, что руки, без разницы было. А у обезьянок у некоторых сейчас, что руки, что ноги, ладошки одинаковые. Очень быстро впитывается. Приятный аромат. Ну, конечно, с какой-то стороны на любителя, потому что есть люди, которым не нравятся натуральные растительные ароматы. Но вот мне нормально. С шалфейчиком таким чутка попахивает. Очень классный. Он даже слегка, мне кажется, освежающий. Тут нанесите крем на чистую кожу и помассируйте ноги по направлению от кончиков пальцев к пяткам. Разминая, поглаживая, слегка похлопывая ступни. Для очищения кожи рекомендуется использовать ванночку, чайное дерево и яблочный уксус, и скраб, тысячелистник, и вулканическая пемта. Кстати, вот как раз скраб неплохой, а ванночки, чайное дерево и уксус меня очень любит подруга и её мама. Ну, заодно прорекламила ещё другие запчасти. Правда, у меня вот тут для ног вот только кремик и ещё один кремик. И сейчас я перейду к рукам. Потому что для лица у меня целая парикада. Я когда в Инстаграм скидывала фотку, ещё так подумала, может, о того вообще-то много, не знаю как. На самом деле, я подобных роликов видела только один, чисто чтобы посмотреть, ну, понять, что надо говорить. Но я что-то отвлеклась, и у меня какие-то дела возникли. Я из 24 минут ролика Ланы, Светланы, уходовая косметика на декабрь оселила только минут 8. После чего решила, что может, это надо снимать только с руками. Делала даже опрос, но у меня вот на момент снятия ролика там где-то 60% было за лицо и 30% за руки. Но если вам хочется кому-то ролики какие-нибудь там с руками, чисто вот какой-то обзор, допустим, следующие пустые баночки или ещё что-то, ну, просто дайте знать в комментариях, там, в личных сообщениях где-либо. Типа, Лёль, засними, ролик чисто с руками. И перехожу я к уходовым средствам за руками. Гренмама, крем до сухой кожи рук, календула и масло смородины 100 мл. Я его уже чуть-чуть попользовала, открыла. И на дегустации, и так иногда, и в общем вот. 6 месяцев после вскрытия. Очень классный крем. Он раньше мне был, не то чтобы казалось, я запомнила его исключительно, как он был более плотный и густой, сейчас он чуть более жидкая консистенция, формула чуть-чуть изменилась, но хуже от этого не стало. И вот когда я его приобрела, это ещё тот, который я приобрела, у меня ещё в запасах тот, который подаришь тому сертификату. Я 4 раза за день использовала его, у меня была очень сухая кожа рук. И вот на четвёртое применение она уже, кожа рук стала практически нормальная. Так что я такой вам кремик советую. Если вы ещё не пробовали, то обязательно попробуйте. И на Гринмаме очень часто бывают скидки. Также его продают, ну не именно этот, ну вообще Гринмаму продают. В Магнит Косметик, Ревгош, Улыбки Радуга, кажется, в Подружке. Ну, в принципе, даже в Ашане можно найти. Ну или на Озон, если вот, допустим, у вас есть возможность заказывать чисто вам удобнее через интернет, то на Азоне он довольно часто встречается, отличный кремик. А если вы ещё не зарегистрированы на Гринмама, то за регистрацию, насколько мне известно, сейчас там даётся 150 баллов, которыми можно оплатить половину стоимости заказа. И от полутора тысяч рублей заказ вам доставится совершенно бесплатно. Так что, если ещё не пробовали, советую. Совершенно бесплатная реклама, нет, никем не оплачиваемая. Я когда-то написала на Гринмаму ещё на предпредыдущий сайт в раздел блогеров, что вот я там как бы ваш давний покупатель и веду канал. У меня на тот момент было две с лишним тысячи подписчиков, и что типа как бы предлагаю свои услуги, ссылки на ролики, но мне не то, чтобы отказали, меня проигнорили. Я поняла, что они сейчас общаются исключительно или с какими-то такими блогерами Инстаграм, те, которые как бы вообще Гринмаму никогда не видели. Конечно, есть шансом написать ещё раз, но я считаю, что это унижение самого себя, чтобы писать точно так же, как в своё время я рекламировала спинкалинки с Нигерёвной Савандри, и надо было каждый год писать типа вот знаете, я вот однажды попользовалась вашей косметикой, я такой-то блогер, у меня столько-то там подписчиков, я столько-то лет пью канал, ссылку на канал, и типа того, что я буду не против, если вы мне что-то на халяву скинете. Я считаю, что это какое-то... Вот чисто для меня это унижение, я так запомню, Сленка говорила на эту тему, но вот я отказалась на следующий год пользоваться такой фишкой халявной косметики, плюс у меня всегда как бы было прилично к косметике, и покупать ещё что-то только потому, что вот мы с тобой вместе будем делать сначала ты ж, сначала потом она, или ну как бы я, и она закидываем ролики на канал одинаковые темы с разными продуктами, а она так же сказала, что она как бы продолжит это делать, я считаю, что это унижение. Не, если бы, допустим, мне написали, типа, Лёля, хочешь вот проекламить такую косметику, ты её прополюешь, потестишь на себе совершенно бесплатно, мы тебе совершенно бесплатно за это вышлем, то, да, а так, мне вполне себе хватает косметики, уходовая, благодаря человеку, задарившему сертификат, говорит, мама, у меня вообще теперь практически, мне кажется, некоторых средств, ну, если не на год, тогда полгода вперёд вполне себе хватит. В общем, ещё одно средство для рук, это я буду носить в сумочке, маленькая у меня есть такая сумочка кожная, сёстры подарили, а что-то она висела, висела почти год, наверное, ну, полгода точно без дела, тут я стала с ней шастать, и поняла, что туда надо кремик для рук положить, и лучше, чтобы он был небольшого такого формата, вот самое то. Гринмама, крем для рук и ногтей, сок лимона и протеина шёлка, 50 мл, после вскрытия 6 месяцев, и вот он не зафольгирован, но он так вот сделан, я не знаю, у меня получится ногтём подцепить, получилось, а в общем, я сейчас буду первооткрывателем, в обзоре-то я его не обозревала, и вот, сейчас посмотрим, изменилась ли у него консистенция, хотя вот совсем недавно намазала кремом для ног свои руки, такой маленький червячок, тогда я его повдалбливаю в ноготочки, просто иногда, даже вот перед выходом на улицу кремом для рук помажешься, едешь в автобусе и понимаешь, что хочется ещё помазаться, и лежишь в сумочку, а тут, значит, в сумочку лезешь и в сумочке ничего, я решила, что пусть у меня на уход на декабрь, в сумочке будет отдельный кремик, хороший кремик, тоже вам советую, я не буду отдельную луду ему петь, если вам интересно, просто гляньте ролик с обзором предыдущей, предпредыдущей ролик, и попутно, в общем, последний ролик в плейлисте GreenMama, вот я там делаю ему воду целую, и ещё, наверное, надо было с этого начать, мыло, как же без мыла-то, я не знаю, как вы, но я руки мылом мою, и у меня вот есть мыло, вообще-то, коробочка из кузды баночек, точнее, пакетичек, плёночка, но я решила, что её надо обозреть, потому что мыло у меня открытое, я думала, ну, закончится в этом месяце, но тут 160 грамм, но мыльнички не размокают, только если у вас супер жарко под ночем в ванной, то оно может треснуть немножко, но это как бы не смертельно, отличное туалетное мыло, Nefis Cosmetic земляничное, и оно у меня, вот, да, возможно, кого-то поразит эта мыльничка, потому что это обычная такая походная мыльничка, вот мыло, я не буду его доставать, ладно, а то оно всё-таки слегка мыльное, я вот так покажу, в общем, ну, не ладно, вот, кусочек, придётся ставить на паузу и мыть ручки, короче, я думаю, что мне этого кусочка хватит ещё на, хотелось сказать, на ближайший год, на целый месяц-то точно, ну, может, конечно, не на месяц, но я на большую часть месяца, я думаю, должно хватить, пошла я ручки быть, и снова я с вами, и, в общем, я смыла мыльные моменты с рук, и, о да, вот этому крему, потому что у нас всё ещё средства для рук были, он хорошо впитался, быстренько, и руки, несмотря на то, что я только что их помыла с мылом, обычно же часто бывает, так руки, ну, намазал кремом, получилось так, что надо внезапно руки помыть, и крем ещё, каким бы он суперкрутым не был, он вроде как не совсем впитался, или там какая-то плёночка осталась, и вот вместе с мылом эта плёночка смывается, и руки снова намазать кремом, не надо мазать кремом, всё хорошо, кожа гладкая, вот в этих местах у меня бывает периодически такая сухость, сухость, сушнях такой конкретный, и вот сейчас не надо там мазать, так что, люди, советую крем, да, возможно, у меня какой-то нестандартный обзор, и мне надо было досмотреть до конца, или ещё какой-то ролик глянуть на подобную тему, не только у Ланы Светланы, ещё у кого-нибудь, на самом деле, я никого не смотрю из блогеров, не бьюти-блогеров, и Лану Светлану мне просто человек посоветовал подобный ролик, потому что на тот момент смотрел, и возможно, у меня всё-таки какой-то нестандартный обзор, но я постараюсь исправиться, но возможно, если вам понравится именно такая подача информации, просто дайте в камеру, так, знаете, мне сэкономить и времени не придётся смотреть другие блогеры, не, конечно, я иногда смотрю блогеров, если вот не нужно какой-то конкретный обзор, обзор на какой-то конкретный продукт, и не обязательно эта косметика, но специально я никого не смотрю, мне просто неинтересно, честно, и теперь я перехожу к средствам по уходу за полостью рта, а потом уже до лица, потому что до лица ну очень что-то много, вот, я вообще не помню, когда я её купила в этом году, она всё никак не закончится, суперэкономичная, я даже не помню, где у меня колпачок, от неё возможно кот заиграл, кто не в курсе, у меня есть кот, вообще он там на кровати лежит, я надеюсь, его было видно, я знаю, даже есть люди и маленькие, маленькие человечки, которые любят смотреть в роликах на этого кота, привет вам, маленькие человечки, и люди, которые любят смотреть в роликах на этого кота, это у нас освежающая, освежающая мятная, аквафреш, формула тройной защиты, доделать её надо до мая 21 года, надеюсь, она всё-таки закончится раньше, 100 мл после вскрытия 12 месяцев, но 12 месяцев, я честно знаю, но ещё точно знаю, точно честно знаю, но ещё не закончилась, зубная паста аквафреш, освежающая, мятная, это паста 3 в 1 с освежающим вкусом для всей семьи, вот только при вас внезапно читаю, никогда не обращала внимания, 24 часа активная защита от сахара, сахар я практически не потребляю, ну крайне-крайне редко, когда, знаете, такая полумёртвенькая, и надо крепкий сладкий чай сделать чёрный, вот тогда иногда, хотя мне даже родственники слегка ругали определённые родственники, что надо внезапно по чайной ложке минимум, максимум, в среднем съедать в сутки сахара, но есть как у меня варенье ещё где-нибудь, ну как-то вот я мало сахара ем, в общем, вообще третий раз в жизни её пользую, когда-то в детстве я, значит, перед тем, как уехать в деревню на лето, летом мы уезжали в деревню с сёстрами, иногда там присоединялись какие-нибудь там друзья-сестёр, иногда друзья-дети, друзья вместе с друзьями моей мамы, иногда мои, моя одна подруга на тот момент, короче, в общем, была такая паста, думала, какая крутая паста, вернусь из деревни, мы с мамой её заюзаем, даюзаем, но она закончилась раньше, чем я вернулась из деревни, после я её нигде не видела и мама её тоже не генела, я так помню по каментам, когда я вторую раз, вторую такую пасту для себя в первый раз на канале обозревала, мне кто-то писал, что люди тоже тогда не видели долго эту пасту, и тут я её в пятёрке, кажется, увидела, причём в пятёрке в районе базы выдачи сазона и купила, что-то 150, что ли, она стоила, то ли по скидке, то ли без скидки, обозрела, а потом тут ещё раз увидела, думаю, а что бы и нет, хотя у меня на тот момент была ещё корейская паста зубная, которая тоже дофига экономичная, но я решила, что почему бы и нет, и вот приобрела себе, знаешь, что принято говорить почему бы и да, если это подразумевается, да, но мне почему-то по умолчанию говорится почему бы и нет, подразумевая да. В общем, очень экономичная, буквально горошинку надо, зубная паста. Зубы у меня молочные, в предыдущем ролике в комментах мне уже, конечно, какое-то феерическое существо чего-то подпрыгало, я вот не знаю, надо ли писать в информации о канале, в том разделе, где вот о канале написано, помимо прочего, что знаете, люди, у меня молочные зубы, потому что есть люди, которые этого не читают, есть люди, которые даже объясняешь, они всё равно не поймут и будут гадить в комменты, а есть адекватные люди, и просто вежливые, которые не тыкают пальцем, допустим, идёт человек на костылях без ноги, и кто-то будет тыкать, я ещё так подумала, интересно, вот этот человек, который мне в комменты сегодня отписал такой свой совет феерический, подходит к людям, у которых какие-то по его меркам недостатки внешности и тыкает им, допустим, ну, там уже, например, иногда встречается так, что человек без ноги или протезом, почему бы вам другую ногу не приделать себе, почему бы этому человеку не приделать себе мозги. Короче, я так долго думала, потому что есть вот блогер же, ну, несколько человек мне попадалось, я вот заходишь на канал, совершенно случайно, какой-нибудь там ролик, вроде интересный, тыркаешься, а там такая информация настолько уже отталкивает, что и смотреть не хочется, что я вот такая, не совсем такая, как все, у меня там какая-то супер болячка, но я всё равно хочу краситься или быть такой, как все, или вести там канал, потому что для меня это как-то противоестественно, говорить там людям, что, у меня какая-то фигня, отличающая их от других, но благодаря каналу, вот мне многие люди писали вконтактике в личку, и я поняла, что такая проблема всё-таки, пусть не полноценно, но у людей встречается, допустим, у меня только 26 зубов по общей сумме, включая молочные и немолочные, немолочных у меня 6 на данный момент. И вот к молочным зубам, если у вас такая же проблема или хотя бы чуть-чуть немножко молочных зубов к 35 годам или позже осталось, не беспокойтесь, это хорошая паста, она даже действительно для всей семьи, вот у меня зубы полностью отличают всей семье, и молочные и немолочные, и типа и молочные и постоянные, очень хорошая паста, они с ней дружат, отлично, и в общем я думаю, что не то, чтобы я надеюсь, что она закончится в декабре, но я думаю, что на декабрь мне ее вполне хватит, возможно она будет даже в пустых баночках, декабря, вот. Так, ну и теперь я перехожу уже к средствам по уходу за кожей лица, я думаю, надо начать, наверное, с умывалок, потому что мы идем умываться, встаем, чистим зубки, умываемся, и у нас как бы что, умываем личико чем-нибудь, иногда умываем личико, просто водичкой, иногда умываем какой-нибудь умывалкой, у меня есть замечательная пенка от Мизон, от бывшего зрителя Влада, почему бывший, ну, в общем, я думаю, что он меня больше не смотрит, потому что он мне даже в уконтактике зог банил, печаль, вообще горе какое, пойду в уголочке потом поплачу, обязательно поплачу в уголочке, главное не забыть об этом. В общем, сделана эта пенка в Корее, это фирма Мизон, я ее обозревала в средствах по уходу за кожей лица, если интересно, гляньте этот ролик, ну и она дофига экономичная, очень экономичная, совсем чуть-чуть, вот надо буквально с пол ногтя моего, близко-близко подношу пол ногтя на мизинчике, и ее фиг долго смоешь, или я иногда наношу чуть побольше, совершенно забываю, что она суперэкономичная, потом заколебешься смывать, я нашла для себя открытие, вообще сделала, вот в душе, когда моетесь, даже вот именно в тот момент, когда я не пробовала еще, потом запишу этот ролик по уходу за волосами отдельно, и объясню, почему вот так у меня получается, что, допустим, я могу или то, или другое отдельно мыть, и вот так я еще пока не пробовала, когда мою голову, чтобы умыться и вот ей намазаться, а в душе очень хорошо, допустим, намыливаете волосы, сначала, в общем, наносите на лицо, да, или намыливаете волосы, и намыливаете лицо, или даже, допустим, просто, ну вот если нужно, получается, что, катить волосы, голову, что намыливаете волосы, и намыливаете, немножко нам, ну, смываете там, намыливаете чуть-чуть совсем это лицо, и вот пока, допустим, вы мылите голову, или намыливаете на лицо, по-моему, я сначала нанесла на лицо, распределила, чуть-ка, значит, взбила-вспенила, да, потом нанесла шампунь на голову, пока я шурудила руками на голове, потом смывала, уже смыла после этого эту пенку, намного лучший эффект был, чем вот просто умываться и допустим, когда просто умываетесь после чистки зубов или перечистки зубов различная, очень экономичная пенка, у неё срок годности до августа кажется до августа 2020 года, я надеюсь что она всё-таки закончится к этому времени, в общем очень классно спасибо Владу, хоть он на меня больше не смотрит за такой отличный подарок, и ещё я решила, буквально сегодня открыла Эйван Кэ увлажняющее алоэ увлажнение с алоэ и огурцом, очищающее средство для леса, для всех типов кожи 200 мл, это тоже подарок от Лёльки, подписчицы и тут после вскрытия 12 месяцев он живёт я просто что-то подумала, что у меня просто иногда так вот получается, что с собой заметила, что у меня два средства для умывания кот спрыгнул с кровати, и я решила, что пусть на декабре будет действительно два средства, ну когда одним умоешься, когда другим, допустим утром одним, вечером другим, хорошего средства внезапно, хотя вот у меня что-то подобное уже было, оно очень экономичное, его тоже на очень долго хватает, но если что, я вам такое советую так, переходим к тому, что у нас уже после умывалки идёт, мне человек, который подкинула эту идею, Лёлька подкинула эту идею подписчица из Тюмени, я с ней посоветовалась можно ли обозревать то, что не только покупное, а моё самопальное, но вот как дезик был, он сказал, что всё, чем буду пользоваться, весь уход для лица, в общем во флакончике из-под соли для ванн, которую удалила Лёлька, у меня тут лапиноса отвар и 20 мл фотки, 6 сентября этого года в 0.40 сделанное, тоник лосьон, я иногда им пользуюсь в обзоре, посвящённому уходу за лицом, я его тоже обозревала, но иногда вот мне надо, а так у меня ещё есть тоник, которым я чаще пользуюсь и подозреваю в пустых баночках, может быть даже второй флакон я в этом месяце открою, потому что ощущаю, что там где-то одна треть осталась, это Green Mama тонизматирующий тоник для лица от расширенных пор и чёрных точек с морскими минералами, у меня нет чёрных точек, о чём я уже много разговаривала, серия «Морской сад», 100 мл, но он мне очень нравится, и возможно, я помню, что мне раньше в каментах писали, типа надо там что-то делать, что то ли штукатурить лицо, то ли ещё что-то, потому что у меня такая жирная кожа, она плестит и т.п. В принципе, я считаю, что если у человека плестит кожа, одно дело, когда она плестит там от жира такого основного, допустим, поели какую-нибудь курицу, не очень красиво, не пользуясь салфеткой, у вас потом так вот жир этот куриный или мясной такой конкретно жир, с кожи лица стекает, да, тогда понятно, что это жир, а есть, когда вот сейчас у меня блестит, но она на самом деле сейчас уже здесь такая боль, ближе к нормально сухой, смешанного такого типа, и считаю, что если кожа блестит, то значит человек живой, она натуральная, к тому же все эти хайлайнеры, которые специально наносят, чтобы сделать лицо блестящим, вот у меня натуральный блеск, а кто-то, к сожалению или к счастью, уж не знаю, кто как-то считает, воспринимает, пользуется какими-то искусственными, декоративными средствами для нанесения этого блеска. В общем, вот, матирующий тоник, он действительно, в принципе, матирует кожу, если у вас такая нужда есть, но мне он просто нравится по консистенции, по своим свойствам, вообще сам по себе он немножко как бы спиртовой, и вот я утром его наношу иногда в течение дня, он мне очень нравится, отличный тоник, возможно, всё-таки будет в пустых баночках. У меня есть средства для снятия макияжа, из макияжа я пользуюсь только помадами, блесками, короче, у меня макияж только губ. Ну, когда-то давно, пару раз в жизни, может даже раз три периода в жизни у меня было, когда я тенями пользовалась, иногда даже зелёными. Какой-то период у меня был в жизни, я пользовалась пудрой белой, я косила под привидением, но пользуюсь я в итоге только помадами или блесками. В общем, макияж губ. И сейчас у меня вот эта помада как раз сатейвана, матовая, подписчица Лёлькина губа. Она уже второй или третий раз уже в этом ролике, мелькает третий раз, можно сказать. В общем, молочко для снятия макияжа, масло зародышей, пшеницы и ромашка от Гринмамы. Отличное экономичное молочко тут где-то сейчас, ну, наверное, на одну треть я его использовала. У меня с прошлого года ещё. Так как я не очень часто пользуюсь им, в принципе, оно и не очень часто расходуется. Но иногда я пенкой для умывания смываю эту помаду, иногда вот им, когда как. Но я им пользуюсь и довольно, в принципе, в каком-то плане регулярно, поэтому оно тоже будет в декабре участвовать, не только в ноябре. И, возможно, ещё на ближайшие полгода оно так и будет мелькать в таких роликах. Так, кремик. Снова стала пользоваться кремиком. Вчера, правда, не пользовалась. Вчера всё-таки мазюкнулась. Это у нас, опять же, Гринмама. Ночной крем для лица. Чистая кожа. Пион и чага. Содержит масло корите. Для чувствительной кожи смешанного типа. Оду я ему превозносила в крайнем обзоре в плейлисте Гринмама. Интересно, гляньте. Обязательно гляньте. Может быть, вы не знаете такой крем или знаете, но не пользовались или хотели попробовать, но искали именно отзыв. Отличный крем. В тюбиках лаптает на целый год, иногда даже чуть больше. Я им иногда пользовалась раньше, когда пользовалась, не только вечером, но иногда в течение дня. Нити жирит кожу и очень хороший. Быстро впитывается. И действительно, есть эффект. Вот я позавчера им попользовалась. Мне вчера уже не пришлось мазюкать свою сушеную кожу, потому что она уже не была такой. Отличный крем. И я думаю, он тоже будет часто мелькать в следующих подобных роликах. У меня еще масло. Я иногда им пользуюсь. Иногда вот именно вот в этих местах, когда вспомню. Иногда я для рук его мазюкаю, но чаще вот так вот. В уголках глаз, иногда чисто на лицо. Но ближе все-таки он у меня вариация, как ночной крем шел. Он теперь вот будет конфликтовать, наверное, за право быть заюзанным с этим кремом. Это у нас масло какао, косметическая упругость, тонность наружная, 25 мл было. Мирола. Покупала в аптеке. Хорошее действительно масло какао и аромат соответствующий. Ну и у него температура проявления 32 градуса. На 3 градуса ниже, чем моя температура тела. Подержал немножко в ручках. Открыл крышечку, налил капельку на ладошки и уже дальше растираете куда хотите. Так, как же без бальзама-то для губ? У меня их тут целых два. Один для вообще повседневки. Ну, так дома, допустим. Сейчас не буду мазаться, потому что у меня тут все-таки помада. Иногда я им пользуюсь как на выход, иногда дома, иногда перед сном просто увлажнить губки. Да, вот он как-то у меня так интересно заюзан. Это прошлая новогодняя лимитка от Ифраше. Красное яблоко. Red Apple. Пом. Руш. Я не помню, как русские его обозвали на самом деле. У него срок годности до августа 2021 года. Я надеюсь, что он и закончится. Он очень экономичный, хороший бальзамчик. Отлично увлажняет. Нет какого-то супер неприятного ощущения на губах, допустим. Но иногда с улицы приходишь, я чувствую, что он на губах. Но не настолько, как бывает с некоторыми бальзамами или помадами, что хочется быстрее стереть его. Отличный увлажняющий бальзамчик. И второй бальзамчик. Это подарок, опять же, от подписчицы Лёльки из какой-то её посылки. Это из Таиланда. Алоэ Вера. Кстати, я хочу сказать, если вы не в курсе, но ходите в Фикс Прайс. Я вот недавно была, вообще редко бываю в Фикс Прайсе, потому что он довольно далеко от меня находится. Что в той квартире был, что сейчас на кассе за 77 рублей можно купить и алоэ бальзамчик такой, и кокос еще какой-то. Это, я думаю, брать сумочку. Тут, правда, следы от помады, потому что я пыталась его наносить кисточкой из палетки Иврашевской с помадами. Кстати, если вам интересны ролики еще типа такого, типа моя декоративка, которая у меня исключительно там лаки для ногтей и помады с бальзамами, то просто напишите в комментах, я буду делать еще моя декоративка месяца. Благодаря таким роликам, может, я какие-то помады не буду оставлять там на праза-праза-праза-паза, вспоминать про них и пользоваться ими. В общем, я наношу обычно пальчиком. Можно просто так вот. Приятный аромат, хорошо увлажняет. И вот он у меня будет в сумочке, как раз он такой небольшой. У меня проблема такая с этим зеркальцем для сумочки. Все нигде не могу найти. Мне девочка одна дарила, но у меня оно за давностью лет внезапно сломалось. Старое какое-то зеркальце я нашла при переезде сюда, но оно тоже вот так вот разломилось. Все никак не могу найти. Думала, фикси продают, но фикси что-то не нахожу. Сейчас вспомнила, что могла бы на озоне посмотреть. Но что-то вот только сейчас вспомнила, может, после ролика, пока у меня оптимизироваться будет. Кстати, вот пока говорила, пустые баночки уже оптимизировались. В общем, пока будут пустые баночки, допустим, заливаться на канал, я посмотрю на озоне. Зеркальце себе. В общем, вот для сумочки, я думаю, самая ту... По крайней мере, сумочка у меня такая сейчас, как практически класть туда ключи, кошелёк, паспорт закинуть и ещё пару вещей, и больше ничего не влезет. Ну и последние два средства – это детский крем с чередой от Гринмама, 170 мл, флакончик надолго хватит. Я подозреваю, будут ещё часто мелькать во всех этих обзорчиках, и в пустые баночки ещё долго не попадёт. Отличный просто крем. Иногда использую как крем для лица, допустим, дневной. Иногда вот там перед роликом или перед выходом на улицу через... Ну, где-то вот через 40 минут я собираюсь на улицу, понимаю, что у меня кожа такая, не очень в хорошем состоянии, её надо бы как-то слегка пригладить и улажнить. Вот он. В принципе, там можно и при желании использовать как крем для тела, крем для рук, крем для ног. Просто на какое-то прекраснение нанести. Но в основе я его хочу использовать именно как крем для лица такой вот. Потому что, конечно, вы скажете, кто-нибудь, возможно, скажет, что нужно использовать какой-то конкретный крем для лица. Но вот как-то моя кожа воспринимает либо лёгкий такой ночной от Гринмамы, либо какие-нибудь там очень лёгкие от Ифраше, но не все мне подходят. Или вот детский крем. А детский крем, детскому крему и рознь. Есть вот такой с кошечкой-собачкой от Свободы, он очень жирный для меня. Именно вот как для лица. А есть вот такой от Гринмамы детский с чередой. Очень классный крем. Ну и последнее средство – это подарок от подписчицы Ани Сазона. Ну как, меня спросили, что я хочу, я сказала. Это Алоэ Вера 99%. Он был в обзоре по уходу за лицом. Но обычный Алоэ Вера, гель Алоэ Вера, очень хороший. Я думаю, все знают, что Алоэ, в принципе, как бы многофункциональный. Вместе на нём можно делать какие-нибудь маски для лица, можно просто улажнять кожу. Иногда я им используюсь как вот утром. Даже иногда вместо лосьона этого тоника для лица. Иногда как крем для лица. Иногда просто увлажнить кожу. Отличная вещь. Я думаю, она с нами очень долго будет. Ну, ближайшие, если не год, то месяцев 10 точно. Потому что, хоть я уже где-то месяц лишним её пользую, ну, она очень экономичная. Экономичная баночка, баночка, сколько хоть тебе. Тут вроде 400, что ли, миллилитров, или что-то в этом роде. Ничего не написано. Может, где-то, конечно, было написано, но я не наблюдаю. После открытия 12 месяцев живёт. Ну, в общем, он успеет дожить туда свои 12 месяцев. И до февраля 22-го года, до 13-го февраля. За день до моего рождения 22-го года оно закончит свою жизнь. В общем, вот это последнее средство по уходу за лицом на декабрь у меня рассчитанное вообще. Моя уходовая косметика. Последнее средство из моей уходовой косметики на декабрь 2019-го года. Если вам это было интересно, и вы что-то для себя новое подчеркнули, я буду очень рада. Ну, и всем спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел до конца. И прощевайте!